Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфлай. Я в Подмосковье. Патрон А называется место. Сегодня здесь проходит фестиваль. Огромное количество людей, детей. И есть много интерактивных площадок интереснейших. Смотрите, эта площадка называется Советский солдат. И здесь практически вся линейка автоматов Калашникова. Давайте посмотрим. Здесь у нас представлены автоматы Калашникова. Вот это вот автомат АК-47. Он самый первый. Вот именно вот эта модель 51-го года выпуска. По нему можно увидеть, что планка ровненькая, бока все ровненькие, магазинчик. То есть, ну, он сразу бросается в глаза, в отличие от других даже. Вот если посмотреть, вот, если их сравнить, видно сразу. И выхлоп, отход газов получается у них разный, видно. Магазины, ручки даже. Вот обратите внимание, здесь как идет ручка и здесь как идет ручка. То есть, даже вот по прикладам, то есть, ну, видно абсолютно разные модели. Вот это самый... Дальше, после него шел АК с калибром 5.45. Где он у нас представлен? Вот это 7.62. Тоже. Ну, вот 5.45. Вот АКСУ. Очень удобная моделька. Она краткобазная. Использовалась как раз для людей, которые были в бронетехнике, потому что с ней удобнее залазить в броню, удобно убрать ее там, где-то положить специальные места в броне уже именно под этот автомат. То есть, все танкисты, кто связан с бронетехникой, они все с вот этим вот вооружением. А еще самое интересное, это вот это вот, экспонат АК-12. Это современный автомат, с которым... А можно его вот с древней части положить? Да, вот, посмотрите, как у нас все шагнуло. В принципе, все то же самое, да? Если не смотреть на мелочевку, механизм все вот абсолютно одинаково. Но видно изготовление, какое было раньше, и изготовление сейчас. Ну, а принципиально, вот, что там, приклад, да? Ну, приклад, конечно, смотрите, вот приклад у нас уже телескопический. То есть, под каждого человека он может отрегулировать себе приклад, как удобно. Уже видно, сколько патронов у нас осталось, даже разметка есть. Также у нас на этом автомате уже представлена планка. Можно поставить прицел, ночник, да что угодно. Фонарик можно поставить, лазерный прицел. Ну, более функциональный автомат по сравнению, конечно, со старым. Вот такая интересная площадка, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Миклух Макфлай, подписывайтесь. Пока-пока. Миклух Макфлай